Всем привет, мои дорогие друзья, и в сегодняшнем видео я буду рассказывать вам о тех книгах, которые я прочитала за последнее время, а их набралось уже прилично. И будет вставочка ещё из Москвы, я там тоже про несколько книг говорю, которые я начинала читать в начале лета. А сегодня я расскажу вам о том, что я ещё прочитала в мае, и то, что уже прочитала в последнее время. Друзья, я надеюсь, вы меня поймёте и простите, я не могу закрыть окно, становится всё тяжелее и тяжелее снимать видео дома. Очень жарко, невозможно жарко, я вот наделала сейчас эту футболку от, кстати, от Кружок Строк. Очень классная футболка, когда я была на мероприятии от Строк, нам подарили и закастомили вот такие футболки. Отличная, отличный подарок, просто потрясающая футболка. Тут написано Good Books, Good Vibes. Хорошие книги, хорошее настроение. Я согласна с этим. Вот, и очень жарко, поэтому я просто не могу закрыть окно, у меня и так нет проветривания, потому что я закрыла ту дверь, и в принципе дома жарко. Вот, я уже даже стаканчик себе с водой взяла, потому что я знаю, что будет жарко, я буду хотеть пить на протяжении этого видео. У меня еще кричат дети за окном. Я надеюсь, что это видео будет хорошее, и по звуку я надеюсь, что все сложится, и все будет хорошо. Надеюсь, что петличка не будет лишние звуки принимать. Давайте начнем, поехали. А сейчас я хочу вам показать еще подарок, который мне привезла моя племянница с моей сестрой из Санкт-Петербурга. Как же я соскучилась по этому городу, как же я хочу туда съездить, и как же я люблю подарки из него. И сейчас я вам покажу. Это вот такая вот шоколадочка. Смотрите, какая красота. Так вот, с таким котиком. Мне даже жалко ее открывать. Далее, вот такой набор закладок. Я вам сейчас их открою и покажу. Вот такая красота. Очень красивые закладки. Книга расслабляет, книга объединяет, книга расширяет сознание. С книгой мы путешествуем. С книгой мы возвышаемся. Очень красивые закладки, просто потрясающие. О, имели хорошо обдуваться. Можно я так и посижу? Далее, вот такая вот открыточка. Потом, вот такая вот девочка с книгой. Очень красиво. Марципан. Мне, кстати, мне кажется, ни разу не пробный марципан. Вот, я ждала, чтобы вам показать. Сейчас буду есть. И вот такие вот стики распорисателем. Тут Бродский, Чехов, Довлатов. Ну, очень-очень по-петербургски. Мне очень нравится. Вот, что спасибо большое за такие подарки. Просто я очень-очень рада. И маленькая частичка Петербурга теперь со мной. Я сейчас мне уже очень жарко. Я не знаю, как мы закончим это видео. Сначала давайте начнем с тех книг, которые я начала читать в начале лета. И немножко переключимся на них. Мне кажется, все мои летние видео будут вот так вот на два фронта работать. Москва-тула, потому что что-то у меня в Туле. Половина книг у меня в Москве. И начну я с первой книги, которую я прочитала этим летом. Это был «Призрак оперы» на Гастана Леру. Я ее прочитала первую летом, но начала еще в мае. И мне очень понравилась эта книга. Я прям была рада, что вот именно с такой музыкальной ноты у меня начинается моя летняя история. И я вообще пошла по мюзиклам. Что хочу рассказать про книгу? Да, может быть, очень чересчур такая наивная эта линия любви. Да, может быть. Да, может, странные отношения между нашими главными героями. Может быть. Но то, как это все преподнесено, под каким соусом, и вот дополнительные моменты, которые там были, помимо вот истории любви наших главных героев, да, и истории любви самого «Призрака оперы» Эрика. Мне очень книга понравилась побочными персонажами, директорами нашей оперы. И мне даже некоторые моменты были похожи на «Мастера Маргариту». Вот какие-то там прям, не выскажите чем, но вот что-то у меня такое промелькало. И вот эти вот, как они насчет денег чуть не поссорились, как они еще что-то, как они не верили в этого «Призрака оперы». Мне очень нравилась эта тема истории и про гардеробщицу. То есть вот эти вот персонажи побочные, они добавляли вот прям красок в эту историю. Если бы тут была просто непосредственно наша история между Эриком, Кристино Дойой, певицей, и Раулем Дэ Шаньи, то это было бы очень-очень примитивно. А вот эти истории, эти персонажи, мне кажется, добавили красок в это произведение. Именно сюжет я рассказывать, наверное, не буду, потому что многие знают, не вижу в этом смысла. Но вот именно какие-то ощущения после прочтения я вам, надеюсь, что донесла. Также мне понравилось, что тут много музыки, что тут очень много таких композиторов, как Равель, Сен-Санс, Дели. И такие там ставятся музыкальные оперы, музыкальные произведения. То есть мы это все видим, все наблюдаем, читаем. В то время, когда они еще творили, когда они создавали музыку, когда они сами дирижировали. Это, конечно, атмосфера очень-очень передойдет, я считаю. А также, ну, конечно, сама вот эта вот тайна, кто такой призрак опер, кто он все-таки, да, что-то, какое-то существо извне, или это обычный человек. На протяжении всей книги, да, и вот до конца ты не понимаешь, что, чего ожидать. Это, конечно, тоже держит напряжение и очень интересно. Поэтому мне эта книга понравилась и читается она легко. Я рада, что, наконец-то, я познакомилась с этим произведением. Еще второе у меня произведение — это «Дракула». Вот «Дракула Брэйн Стокера» и «Призрак оперы». Две книги, до которых я очень долго не могла дойти. Надеюсь, этой осенью я до «Дракулы» дойду. Следующая книга, о которой можно говорить долго. Я даже глотну. Посмотрите, какую себе классную кружку купила. Очень здоровская. Мне прям понравилась. И она, главное, удобная, прям по руке сидит. Так вот, о которой можно очень долго разговаривать. Но я записала целое видео насчет него. Это собор Парижской Богоматери, Виктор Гюго. Можете посмотреть по закладочкам, сколько их тут много. И это еще не все. Я делала целый читательский дневник на своем канале. Кто не видел, переходите по ссылочке. И мне очень понравилось. Потому что прям такие впечатления, самые-самые яркие, ты рассказываешь на камеру. Это очень здорово. И тут как раз было удобно, что на части делилась эта книга, на книге. И я после почти двух частей, по-моему, пыталась выходить и вот рассказывала. Это было так проникновенно. И я рада, что я взяла этот роман. Что я не побоялась. Вот мне захотелось. Я говорю, все, я буду читать Собор Парижской Богоматери. Я беру себя в руки. Я перебарываю страх. Тем более, многим очень нравится это произведение. Почему оно мне должно не понравиться? И я настолько рада, что я решилась, что я прочитала. И это, конечно, войдет в лучшее прочитанное за этот год. Однозначно. Потому что столько эмоций я не испытывала. Но мне больше даже не эмоции, не сюжет, хотя сюжет был тоже интересный. Мне больше, как Виктор Гюго описывает персонажей. Описывает и высмеивает все пороки человеческие. Как он описывает страну, город, сам Собор, здание. То есть всю атмосферу, которая нас окружает. И это предается не только зданиями, но это предается и людьми, и какими-то побочными персонажами. То есть это все, вот в такой совокупности, так еще и невероятно красивая история любви. История любви с разных сторон. И эгоистичная, тщеславная любовь. И отверженная любовь, самоотверженная на самопожертвование. То есть готовая отдать все ради любимого человека. И поверхностная любовь. И вот какая-то такая братская. То есть разные-разные ключики нам показывают любви, разные ответвления, которые могут быть с разной стороны, и с женской стороны, и с мужской стороны. И это очень здорово. Мне так понравилось. Я, кстати, даже про некоторых персонажей не знала, что они там есть. Допустим, вот этот Пьер Грингуар, поэт, которому, грубо говоря, и начинается все произведение. И на протяжении всей книги он как бы один из таких персонажей-то значимых. А я про него вообще ничего не знала, если честно. Ну, квазимода это естественно. А также у меня прям какие-то метаморфозы происходили со священником. То я прям восхищалась им. Мне он нравился. Какой мужчина, какой вот положительный, благородный. Потом у меня просто отвращение к нему. Я не люблю, вот когда любят так, настолько эгоистично и так вот по-свойски. Я считаю, что любовь это что-то то, когда ты человеку отдаешь, а не тогда ты забираешь. Не тут эти вот твои мучения, там что-то там испытываешь. Для меня это, ну, странно. Я к этому очень странно отношусь. То есть, совокупность персонажей, картины средневековой Франции, картины какие-то политические, опять духовенство, то есть разные сословия, разные национальности. Это всё переплетается полетается в этой книге настолько искусно, как это мог сделать только Виктор Гюго. Поэтому я от этой книги под впечатлениями. И ещё раз скажу, если кто боится читать Виктор и Гюго, не бойтесь, берите и начинайте. Сразу скажу, это не лёгкое чтение, вот как я сейчас Стейнбека читаю, просто у меня улетает эта книга, как я не знаю, что. я вам сейчас тоже про неё буду рассказывать, но это тоже оно мне легко читать. Но постоянно мозг думает, постоянно мозг в работе, а это, я считаю, то, что нам обязательно нужно, просто необходимо. Да, нам нужно для чтения, для разгрузки, но вот такое, чтобы у нас постоянно там что-то всё крутилось, и какие-то мыслительные процессы, и вот какие-то, вот что-то захотелось всё подчёркивать, подчёркивать, закладки наклеивать, да, какие-то мысли, о чём ты думаешь. Я даже некоторую главу, некоторые главы вот про описание собора я даже хочу перечитать, потому что мне хотелось дальше идти по сюжету, а не останавливаться на описании собора. Но вот сейчас, когда я сюжет знаю, я могу спокойно перечитать эту главу про собор и насладиться этим языком, этой красотой описания Виктора Гюго. Так что книгу рекомендую. Ещё одна книга, которую я прочитала просто за, не знаю, за час. Это от издательства «Волчок». Мне моя подруга подарила «Мне с тобой легко». И это сборничек небольших рассказов о том, как мы где-то свидетели к бабушкам, о том, как нам нравился мальчик. То есть что-то такое уютное, лёгкое, доброе. Я, кстати, думала, что тут будет такой сюжет, который нарисован на картинке. Но не было такой истории. Я думала, что-то будет про какую-то совместную жизнь мужчины и женщины. Но нет. Больше относилось всё к лету, к воспоминаниям, к детству. И это тоже, знаете, как глоточек тёплого чая с малиновым вареньем дома. Вот это такая книжка. Она очень лёгкая, очень простенькая, но какие-то уютные моменты, какие-то, может, воспоминания вас она будоражит. Поэтому вот прочитала, я говорю, ну, прям за час это прям максимум. А сейчас мы возвращаемся, и я расскажу вам про ту книгу, которую я ещё прочитала в мае. Это Ирина Грекова «Кафедра». И книга, которая войдёт, ну, в лучшую, мне кажется, за это полгода точно. Потому что я много о ней рассказывала у себя в Телеграм-канале. Кстати, кто не подписан, подписывайтесь обязательно. Также я, по-моему, где-то рассказывала у себя на канале, но в прочитанном я ещё её не брала. Книга про университет, про кафедру, да, и то ли потому что я в этом году заканчивала свой университет, и мне эта тема была настолько близка, вот, педагоги, студенты, кафедра, зачёты, отношения педагогов и студентов, отношения педагогов между собой, то, что они тоже все люди, и вот, эта интеллигентность, неописуемые знания, которыми они обладают, это, конечно, не может не впечатлить, но мне очень понравилось, как писательница описывает главных героев, тут каждая глава идёт про определённого человека, будь то это заведующий кафедр, профессор завалюшин, или Нина Асташова, педагог на кафедре, у которой не особо сложилась судьба, будь то это две девочки, студентки, одна наоборот отличница, другая еле дотягивает свои хвосты, в общем, очень-очень много разных личностей, разных людей, и каждый у нас раскрывается с разных сторон, тот же профессор завалюшин, сначала мы видим, вот то, что он постоянно спит, вот ему это не очень интересно, но когда мы начинаем читать его записи дневниковые, и мы видим, что этот человек открывается вообще по-другому, по-новому, проникаемся к нему таким уважением, той вот какой-то трепетной вежливостью, важностью перед педагогом, который намного умнее вас, и который может многому научить, у которых мы перенимаем опыт, и это очень ценно. Как писательница описывает героев, каждого по-разному, и ты вроде вот считаешь и думаешь, а есть ли тут положительный прям герой, или есть тут отрицательный герой, они все такие пестрые, разные, и неоднозначные, то есть ты вроде к этому не можешь плохо относиться, но ничего он вроде хорошего и не сделал, или наоборот, тоже тема поднимается справедливости, честности. Также интересный был сюжет с новым заведующим кафедры, человеком, который придет на должность заведующего кафедры, как его принимает коллектив, как он хочет показаться строгим, а какой он на самом деле, мы же не знаем, очень красиво, очень прям проникает и тема психологизм персонажей, о котором я очень часто говорю в своих видео, про книги, которые мне понравились, и этим книга берет однозначно, если кто не знаком еще с этой писательницей, рекомендует, личная рекомендация, познакомиться с этой книгой, если вы учитесь в университете, обязательно, или как-то близки к этой теме, скорее всего, чаще всего мы все учились в университете, и для нас, для всех это будет как-то близко, также я хочу познакомиться еще с другими произведениями этой писательницы, в этом произведении есть все, и одинокая женщина с сыновьями, которая воспитывает сама сыновей, такая вроде черствая, правильная, но ты тоже к ней проникаешься, также профессор, который уже мудрый, увидел многое, и на какие-то мелочи жизни он уже не обращает внимания, также есть напыщенный, новопоставленный заведующий кафедры, который хочет свой авторитет как-то подтвердить между педагогами, также есть две противоположные студентки, подруги, одна с двойки на тройку переваливается, и ей бы хоть как-нибудь закончить, другая отличница просто, да, мозга костей, которая все знает, все выучила, столько разных персонажей, и ты за ними наблюдаешь, эта книга личная рекомендация, личный топ, прям открытие этого года, и, конечно же, с другими произведениями писательницы, я однозначно буду знакомиться. Также четыре книги, о которых я рассказывала вам на неделе чтения, если кто еще не видел, переходите, обязательно посмотрите, это очень жаркий влог, и давайте пойдем по порядку, первую книгу, это книга Ася Лавринович Планы на лето, там я подробно все рассказывала вот в этом видео, все свои эмоции, сейчас я более жата, не буду прям настолько подробно останавливаться, эта книга Ася Лавринович, вы, наверное, кто уже на моем канале не первый раз, знают, что я люблю книги этой писательницы, что из всего Ян Кэдлта она как-то мне близка, и я читаю эти книги, расслабиться, развлечься, но эта книга показалась мне послабее, чем предыдущие ее истории, да, я ее прочитала, да, она была интересная, но чего-то вот этакого мне не хватило, то есть вот я читала все из-за тебя, она была прям такая ух, надрывная, какие-то зимние истории я читала, тоже там была определенная атмосфера, в этой как-то все шло примерно одинаково, интересно, но вот я говорю, чего-то чуточку мне не хватило, к сожалению, а может быть, я уже думала, может я выросла из этих книг, но дальше я прочитала еще одну книгу Young Adult и нет, мне она понравилась больше, чем планы на лето. Легкая, интересная история про десятиклассницу Катю, забыла имя, вот, и ее школьные трудности, проблемы, конечно же, влюбленность, отношения, я думала, что в этой книге будет много музыки, но музыки тут оказалось очень немного, и вот даже школьный хор, как был описан, немножко ушел на какой-то второй-третий план. Так получилось, что я вообще раскритиковала эту книгу, нет, не подумайте, она мне вообще не понравилась, она понравилась, но я говорю, по сравнению с остальными книгами Аси, она мне показалась послабее. Давайте сразу я перейду к еще одному Ян Кэдлту, это «Майское лето», писательница Зины Кузнецовой, и вот эта книга мне понравилась больше. Тут была и атмосфера лета, которую я очень сильно ждала в книгах, тут есть и захватывающий сюжет, и легкое описание дачной природы, деревенской, когда отправляется наша главная героиня к бабушке и дедушке на лето, и также первая влюбленность, и взросление, и отношения с друзьями, и даже вот эта книга мне повеяла чем-то другим произведением Хелены Хейла «Сердце лето», то есть даже чем-то они мне были похожи по какому-то настроению. Это первое мое знакомство с произведением Зины Кузнецовой, я не знаю, буду ли я остальные книги писательницы читать, я даже, если честно, других-то особо и не знаю, но эта книга для разгрузки мозга, для каких-то новых таких ощущений легких, добрых, детских, юношеских возвращений в то время обязательно рекомендую, на лето прям отличный летний вайп, летнее настроение, деревня, бабушка с дедушкой, и что мне понравилось этой книге, тут подростки по вечерам там играли в шахматы, в лото, но они еще цитировали писателей, поэтов, они прям у них были вечера, а давайте там каждый зачитает свое любимое стихотворение, но для меня это, конечно, было странно, мне кажется, есть еще такие подростки, да, если есть, то я прям рада, это очень здорово, и тут на протяжении всей книги наша главная героиня читала все лето Мартина Идена, и тоже такая отсылка, вот почему я люблю такие подростковые книги, допустим, даже если дети будут читать вот эту книгу и прочитают там, тут очень было много про Пушкина, да, Евгения Онегин тоже, также Мартина Идена, которого не проходят в школе, и если они увидят Мартина Идена, допустим, в этом произведении, они скажут, может, и они захотят прочитать эту книгу, поэтому вот это такое направление литературное в этом произведении мне очень сильно понравилось, и я прям была рада, поэтому эта книга мне подарила больше эмоций, я даже чуть-чуть там в конце кое-где прослезилась, какие-то такие воспоминания нахлынули, и самое интересное, что я ее вообще за один вечер прочитала, вот я села от начала и до конца прочитала, просто настроение 10 из 10, конечно, не подарила, я не могу сказать, что она прям идеальная книга и там, я не знаю, Жоу Макабре, но вот для легкого такого чтения ну на 9 из 10, на 8 из 10 я бы оценку ей поставила, именно по шкале вот книг Young Adult, в принципе, просто, чтобы мы не отжидали от нее там чего-то такого заоблачного. Следующая книга, ну это просто любовь, это любовь и по оформлению, и по моему любимому писателю, это Александр Куклин о колдовстве и любви сборник рассказов. И тут у нас, конечно же, есть и Олеся, которую я в этот раз не перечитывала, просто посмотрите обложку, да, оформление, очень летнее. Тут есть и Суламиф, которую я тоже не перечитывала, но тут есть такое, я вот просто его отдельно всем советую прочитать, наверное, рассказ, последний дебют. Я даже отдельно снимала видео, когда неделя чтения, именно по этому рассказу, потому что такое впечатление на меня произвело. Это так писатель передал чувства брошенной женщины, в начале там еще было описание музыки, театра, это про актрису, тромбоны, настолько музыкально описано было, и потом какая трагедия разворачивалась. Рассказ на 10 страниц, там еще, по-моему, есть иллюстрация, так что еще меньше. Но какие он мне эмоции подарил, просто вот именно этот рассказ я вам рекомендую просто прочитать, даже, может, в телефоне, чтобы не покупать там этот сборник, если у вас нет желания. Но мне очень сильно понравилось. да, остальные рассказы тоже были легкие, там даже было на 3 странички, ну, «Кус сирени», «Ночная фиалка», это я тоже уже просто читала, «Столетник» мне понравился, да, в конце его читала. Но вот «Последний дебют» это просто что-то с чем-то, я рекомендую, советую его просто всем, и, конечно же, я очень рада, что купила этот сборник в этом оформлении от издательства Лайкбук я не хотела. Думаю, ну, у меня там половина уже есть, половина я читала. Но я рада, что я все-таки его взяла. Во-первых, очень летняя обложка. Купить ее не только летом, вечерком где-то прочитать. Атмосфера однозначно будет. Поэтому просто фаворит. Ну, куплену я еще больше и больше проникаюсь своей любовью, теплотой, просто уже без комментариев. И еще одна книга, которую я читала на той неделе чтения, это была «Алиса в стране чудес» Льюис Кэррлс. Тут можно отдельное просто за 5 баллов за оформление от магистрали детства. Издательство Эксмо серия магистраль детства. Очень красивая обложка, очень красивое оформление. Что за приятный шрифт, большие буквы, которые мне легко читать. Это тоже отдельный плюс. Ну и, конечно же, «Возвращение в детство». И, кстати, когда я читала Льюис Кэррлл «Алиса в стране чудес» этим летом, я вот такое ощущение, я говорю, я вообще почти половину не помню. И, конечно же, я по-другому уже читала, более по-взрослому. Что-то я помнила, что-то нет. Я даже помню, какое у меня было издание в детстве, такое оно беленькое, я, может быть, вот тут ставлю, если найду. Но как-то сейчас я его прочитала более интересно, я даже знаю, что там какие-то астрофизика или метафизика, в общем, какие-то такие заложенные основы в этом произведении, вроде бы детском, а вроде и не детском. Но просто вернулась, прочитала как-то по-другому, более осмысленно. И если оно мне в детстве не особо нравилось, то сейчас даже и было и здорово. Тоже произведение, которое ему чему-то в любом случае нас учит, как и в детстве, так и во взрослой жизни. Поэтому я очень люблю возвращаться опять в детство, читать детские книги, а когда ты читаешь их с взрослой точки зрения, это вообще по-другому. Поэтому советую вам тоже к такому варианту присмотреться и читать то, что мы уже читали. И последний просто фаворит этого лета это Джоин Стейнбек к востоку от Эдема. Сколько я получила удовольствия, читая эту книгу, как я долго ждала, когда я вам буду про неё рассказывать. Можете посмотреть, столько закладочек. В конце уже не было закладочек, я чуть-чуть слушала её в конце. Ехала, помню, как сейчас, в электричке и слушала в наушниках, потому что книгу с собой не взяла. какое удовольствие я получила. Вот там всё, что я люблю. Америка начала двадцатого века, семейная сага, история двух братьев, которая перерастает в историю ещё двух братьев, сыновей одного брата. какие они разные и как ты к персонажам тоже просто... У меня уже слов нет. Надо было прям записывать по последнему. Только прочитала, закрыла книгу и надо было сразу записывать. Отсылки к библейским сюжетам, имена, райский сад, который хотел построить один из братьев наших главных героев. сумасшедшая женщина Кэйти, Кэйти её вроде звали, жена одного из братьев. Вот тут эмоций у меня просто было столько. Это такой ключик к моему я не знаю как сердцу, чтобы подобраться. Это вот вывести меня на эмоции, внедрить такого персонажа, который просто вас будет настолько раздражать. Вот так вот хочется его потрясти физически, понимаете? Я думаю, кто читал эту книгу поймёт. И также это, конечно, история семьи, история вообще Америки на фоне этой семьи. Очень хочу прочитать Гроздья Гнева. Мне кто-то даже писал, что Гроздья Гнева поинтереснее, чем Квостоку от Эдема. Я так рада, что я её прочитала в спокойном темпе, в спокойной ситуации. И я просто откладывала её, наверное, с зимы или с весны, чтобы прочитать. Я очень рада, что я сделала это сейчас. В общем, к Стейнбеку моя любовь ещё более усиливается, умножается, мне не знаю, в десятикратном объёме. И мне кажется, что Гроздья Гнева мне понравится тоже очень сильно. Сколько я тут делала пометок себе. Я вот даже не знаю, что мне вам зачитать, потому что там столько всего много, но вот эта полярность двух братьев. Один не любил насилие, он был какой-то такой более нежный, но его отправили в армию. Другой был наоборот жёсткий, пытался добиться любви отца, но у него это не выходило. Также два сына, тоже разные совершенно. Один постоянно как-то тоже витал в облаках, был такой более нежный, но что-то в нём такое интересное было. Другой брат совершенно другой, твёрдо стоял на ногах, знал, что ему нужно, такой деятель. Но мне нравится, что тут не просто на одной семье сконцентрировано всё действие, но также и добавляются параллельные соседи, рассказываются про их семьи. Эти персонажи добавляют краску и колорит в это произведение, потому что если бы только мы про этих братьев читали, наверное, было бы скучновато, а люди извне, также их дворецкий, дворецкий я называю, но китаец, который был прислугой в их доме, какой мудрый человек, его тоже послушаешь, и вот как сложилась его судьба, просто эпопея какая-то, мне очень понравилась эта книга, я всем вам рекомендую, всем ее советую, надеюсь, что на этом мое знакомство со Стейнбеком не заканчивается, а мое видео, к сожалению, заканчивается, и на этом мое видео подходит к концу, напишите, пожалуйста, в комментариях, какие книги в последнее время вы прочитали, и какие вам понравились, я вас всех очень сильно люблю, и пока-пока, так. по входу, похоротом тщательно есть ли ли или alon ? Продолжение следует...